Привет, друзья! Сегодня 17 августа, 22-й год, и мы по-прежнему в Гебеля. И на сервис мы едем на канатную дорогу, где-то в районе Туфангдаг. Здесь, видите, по дороге мы видим пожар, вот там на горе. Ну, здесь его гасит, летают водолеты с этими корзинами, с водой заливают. Вот так бывает. Летом часто лесные пожары, к сожалению, но природа. Туфангдаг отель. Вот такая лестница, надо подняться пешком, чтобы идти до канатной дороги. Много туристов, порядка стран. Квадроциклы, как видно, здесь можно взять и покататься. Здесь вот касса, как я понял, но там вот дымок. Не знаю, как это будет видно в кадре. Здесь две дороги. Одна вот в ту сторону направляется, в это ущелье, а вторая вот туда наверх, на пожар. В общем, сейчас мы выясним, что из-за пожара дорога закрыта. Которая мы сейчас пойдем, она самая длинная. То есть мы попали вперед. Так, друзья, мы на канатной дороге. Это что, деревня какая-то? Здесь люди живут или что? Это какой-то отель. Лыжный курорт здесь находится, где-то повыше. А это что такое интересное? Вот такое селение, население, кемпинг. Но я бы здесь жить не стал, потому что дорога высушит все мозги. Вот здесь мы выгрузились из нашей кабинки. Здесь такой вот перевалочный пункт, а потом мы начнем поднимемся еще по этой горе, вот туда повыше. Ууу! Здесь крутой подъем. Там был такой пологий, здесь. Уши заглушили, да, высоты? Да. Да, мы поднимаемся на 1800 метров над уровнем горы, моря, не знаю. Вон в России видно, российский флаг, видите. Ты шутишь. Шучихов. Да, наши шанс шутит, но здесь до России недалеко. Здесь далеко, на самом деле, да. Дагестан, за этими горами уже Дагестан. Мы еще поднимаемся выше. Все выше и выше и выше. И в каждом пропиле дышит спокойствие наших границ. Не знаю, передаст ли вам в мое видео все объемы наших ощущений. Подъезжаем к этому пункту, поэтому здесь нужно будет превосход. Мы прибыли на верхнюю точку. Это первая часть видео. Она там довольно заканчивается. Смотрите продолжение во второй части. Ты заходи, если что. Magical.